очагов тв представляет здравствуйте вы из какого города самый дальний который я знаю это знаете на на курильских островах вы там были нет это самый дальний который я знаю вы из какого города самый дальний который вы знаете где вы были самый дальний я был на алтае если в сторону востока дальше я не был ни разу а прикинь я угадал а то есть вы из алтая что ли вы вы наверное этот самый телепат нет возможно мы с вами уже общались так вы откуда из биска из барнаула откуда вы барнаула барнаула вот ведь я тоже телепат а мы с вами общались да я что-то не очень помню у вас такая этот бокал это вполне возможно сюда а вы где сейчас находитесь что это за помещение это кухня моя у вас бокал такой грязный вот вы вот так вот вы показали днище там капец как будто вы его в лужу ставите рядом с туалетом ну давайте не сам что вы там сразу начинаете нет я констатирую факт я же не говорю что вы должны помыть я привык что в россии обычно так живут я привык к этому ничего страшного о видите бутылка водки грязный бокал блин и сарайчик такой вот это не грязный компот посмотрите на днище этого бокала какой же он не грязный он ужасно грязный черный там хорошо давайте унижайте меня это больше да я не вас унижают господи я про ваш бокал говорю чего вы не принимайте на свой счет все вы такой ранимый вы как трепетная лань да вы человек с тонкой нервной организации да вы человек давай давай нет я спрашиваю ну чего я спрашиваю когда приеду куда куда ты приедешь слушай ты своего муха странска куда ты приедешь не смешили куда вреды блять чему и демобилизован и все и привет если приеду и привет да это правда и двухсотым сразу тебя в мешке отправят обратно это в лучшем случае если ты останешься а может быть части твои какие-то сгоревшие в танке а может вообще ничего не останется я не тот кейст меня так просто не взять а кто кто ты кто ты по воинской специальности а связист да ну так слушай тебе раскаленная представляешь рация плавится и капает тебе за шиворот как тебе это понравилось это прикольно нас научили к этому учили когда я один взрыв да главное с ней драться совершенно верно чтобы она стекала тебе между лопаток да ты же понимаешь что от киева никто не останется если что если ваши уже если ваши мародеры да они от бучи ничего не оставили обворовали все унитазы стиральные машинки вас запустить в киев стоит точно вы все замародерите я согласен ничего не оставить я про особенности ядерного удара да какой ядерный удар слушай ты же понимаешь что я смотри ядерный удар да вот реально да давай поговорим без без бы все ваши эти самые шефы да начиная с путина и прочая шваль вокруг него вот эти все олигархи чиновники высокого ранга у них же все в америке живут родственники семьи понимаешь все уже уже нет в европе в америке блин да как ты думаешь у лаврова дочка где живет вашими министр иностранных дел как где она живет уже в россии нет нет она а вот сын медведева уже в москве потому что вы его лишили на папочку наложили санкции она лаврова пока санкции дочка лаврова живет в штатах даже путинские дочки путинские путинские давно приехали они в россии да да когда на нее наложили на последнюю дочку вот эту вот наложили на нее санкции они вынуждены были вернуться в россии но лаврова дочка лаврова дочка она все она лаврова дочка живет в штатах она гражданка сша возможно ну вот видишь так как ты думаешь будет россия в лице лаврова бить бить там по всему миру ядерным оружием чтобы убить своих детей как вообще ничего не решает решает у вас один человек это путин все не но все равно какая-то коллеги коллеги альности смотрите объясню значит путин смотри чтобы нажать на ядерную кнопку это же не так что вот есть одна кнопка до путин на нее нажал и там две с половиной тысячи ракет взлетели в небо ты же понимаешь что все намного сложнее вот так вот смотри когда путин отдаст команду нажать на кнопку там еще много десятков людей должны в свою очередь или отдать команду или там на что-то нажать понимаешь а эти десятки людей у них у всех семьи дети и они понимают что тут же как только ракеты как только пуск на команда пойдет на пуск ракеты тут же прилетят нормальные ракеты уничтожат их вместе с их семьями вместе с вашими гнилыми советскими ракетами то есть дурных не так много они же понимают поэтому не будет никакого ядерного взрыва тем более где ты служил рядом с советской нашей частью и в свинарнике ты свинарём ты свинарём служил или нет чем свинарь свинарь ты был а что такое ну который свиней разводят свинарь а не я тебя спрашиваю ты свинарём служил просто если служил свинарём тогда все сходит ты живешь как в свинарнике блин и думаешь как в свинарнике тут как бы ну все на свои места я вчера вернулся с клуба понимаешь мы жена их ездили в клуб вчера я сегодня что-то приболел и решил у тебя же у тебя есть жена да и четверо детей прикинь смотри слушай а почему бардак такой грязь вокруг и вы в сарае живете почему в свинарнике вернее ну блять куда ты смотришь ну на всю вот в на твое окружение в чем ты живешь это же кошмар начиная начинает грязного дна твоего бокала из которого ты бухаешь который ты украл где-то в пивном баре и заканчивая твои обшарпанными стенами потолками и полами и грязью и свинством вокруг зачем ты такое говоришь а ты не прав не вот ну подожди на слой у тебя неправда ну обведи обведи мне камеры обведи мне камеры твой свинарник и мы посмотрим давай я ничего не было о видишь от игры что я не прав ты обманщик просто мне кажется ты меня хочешь обмануть да ввести в заблуждение я нахожусь в летнем домике на хуй не и пока я понял ладно слушай кем ты работаешь слушай у меня я беседовал с одним перцем он такой же чмошник был как ты только вообще на бабу игу был похож и он я когда у него спросил ну чем он занимается по жизни он говорит как же он сказал а говорит я вагнер сидит чмо такое сморщенное несчастное грипп я вагнер вот так и ты примерно говоришь я фсб майор то есть когда ты говоришь ты майор фсб сразу говоришь ты мастер спорта ченган чгук майор фсб блин давай давай-то в рыбе говорить я занимаюсь хозяйским хозяйством сейчас каким каким хозяйством как я тебе про это и говорил что ты выращиваешь для своих свиней для свинарника кукурузу правильно ты живешь в свинарнике для своих свиней ты выращиваешь кукурузу я плохого ничего не делаю все нормально вам нужны кукурузы нужны ой слушай слушай а что что разве на алтай кукуруза растет он ты сосвистел куда ты убежал он представляешь пустой голове не прикладывают а почему правильно правильно ты все ты все правильно сделал а этот чувак только что убежал он знаешь кто был майор фсб мне кажется знаете извините за разговор он был пиздобов о о гениально блин слушай ты прям попал туда куда надо вот именно этим он и был я из калифорнии а мы из россии я это я это уже понял как воздало тот тоже был из россии ты знаешь не но мы мы я адекватный человек я ни с кем не хочу ругаться ну и смысл нам нам нечего делить ничего конечно слушай ты же не поддерживаешь нападение вашей страны на украину правда смысл не поддерживал нет поддерживаешь или нет это вопрос может ведь что нет я поддерживаю может ведь нет не поддерживаю я участник ты участник войны не войны я спецоперации а и к и ты участвуешь качестве кого я спецоперации но в качестве майора фсб я надеюсь правильный как тот блин кону нет нет я в качестве вашего сержанта да конечно патчет и ход слушай ты столько что того назвал балаболом на баку п и сам таким же являюсь и для чего ты в чем я балабол что ты участвуешь для чего ты но я сейчас на месте приехал домой просто добро служи куда ты сейчас в каком городе город ростов на дону ростов на дону и чё ты ты был в украине ты хочешь сказать да какие войска пехота пехота а есть такие войска посмотрите конечно нет таких войск нет нет но если вы не сужили не не подожди подожди может все таки мото пехота нет а просто пехот а поди то есть у вас это это знаете я могу сказать по-российски это пушечное мясо не ну понятно так пушечное мясо она все валяется там а ты сидишь пьешь пиво поэтому ты рассказываешь мне сказки я вообще пью энергетик нахуй я вообще не пью нахуй слушай но ты хоть медаль заработал там какой-нибудь подсмертный орден сутулова на орден сутулова третьей степени с закруткой на спине ты заработал вот такой вот ты солдат да я знаю диванный свистун диванный свистун не ну классно подряд попался тот майор фсб ты блин вояка из украины типа слушай подожди а ты я не могу ничего плохого сказать вы старше ладно подожди я все плохого ничего не говорю мы что мы с тобой беседуем у нас познавательная беседа правильно смотри ты сказал что ты младший сержант младший сержант что ты командир отделения кто ты блин да должность какая у тебя нахуй бать на бля к чему я ты не знаешь свою должность что ли я знаю к чему я должен сейчас ее говорить нет скажи на поднял я я тебя сейчас поймаю на лжи просто понимает мулять давай я сейчас показываю нахуй а к чему вообще нахуй бать потому что зачем ты зачем ты врешь блин а если нахуй я не вру то нахуй с какой жизнью ты дальше будешь жить я буду каяться блин если ты не давай показывай но вы дядька служили где я покажу я служил где поэтому я тебя могу поймать на вранье легко понимаешь какая у тебя воинская учетная специальность скажи мне что за секрет старший сержант младший сержант а вот ты уже и соврал в начале сказал комплекс кого ты же начали стал ты младший потом старший потом снова младший младший у т.п. что такое у т.п. ну раз блять зайди нахуй посмотри в интернет у т.п. ну а причем здесь украина ты же в украине не воевал брехло ты дал боев я говорю когда я в армии нахуй здесь для в россии был у т.п. так в армии ты сказал что ты в украине сейчас воевал месяц назад брехло т.п. я тебя не спрашивал в россии спрашивал в украине в украине в украине видишь ты в украине не был зачем ты врешь тихо тихо ну не ори блять что ж тебя так подорвало ты пьяная чмо диванный воин блин свистит в украине он давай записывай 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 давай давай 317 градусов северной широты записывай блин записывай 317 градусов северной широты пиши координаты я же тебя координаты к даю ты чё пора хорошо но не ори пожалуйста ну не ари на чего ты но нет подожди подожди я что-то стоять солдат ты даже не знаешь младший ты сержант старший сержант по-моему ты обычный чмошник диванный никакой не сержант подожди а это не ты был который бежал за задницей горящей из-под киева не о я насмотрелся на вас орков как вы бежали блин из сумской области из чернигерской но не в не вы ты 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 диванный ты диванный свистун понимаешь почему не надо я все не грублю зачем не ну я все не грублю для чего ты мне будешь грубить а ты как будто сидишь блин в окопе до в холодном я я за тебя говорю ты сидишь в теплом доме бухаешь блин а в это время в это время в это время в это время твои 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 ровесники в черных мешках в черных мешках едут домой понимаешь это каким образом как ты себя представляешь а ты умеешь стрелять вообще из чего скажи мне скажи мне как калибр зушки калибр зушки мне скажи хорошо скажи мне калибр зушки ты знаешь такое зушка да ты вообще не знаешь ничего понимаешь ты диванное чмо которая сидит и хочет меня боевого блин старшего офицера развести блин какой ты грубый тебя волнует вот эта тема да ты 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 когда был в армии наверное там над тобой немножко поиздевались а ты издевала так ты садись что ли давай не чокая за россию молодец хорошо пошло молодец ничего к издал молодец я поддерживаю тебя слушай а ты путина поддерживаешь да а почему потому что это мой дед можно сказать это твой он жить у вас сейчас воюет путин как понять он у нас воюет путин сидит на урале в бункере у себя и дрожит блин чтобы не накрыла ракеты блин да 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 и никто не грохнул если ну блять пойдите на россию слушай а как же так вы за пять за четыре с половиной месяца чувак каким образом вы за четыре с половиной месяца не взяли ни одного крупного города кроме ты знаешь что вы взяли единственный областной город херсон это вам его отдали без боя какой кроме областного города херсона вы еще один взяли не знаешь да так вот я тебя не хотел расстраивать больше ни одного вы не взяли слушай а остров змеиный знаешь чей там флаг сейчас стоит на острове змеиный как ты думаешь как ты думаешь как ты думаешь какой сейчас флаг на острове змеиный стоит нет украинский давай 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 ты знаешь позавчера или вчера украинцы совершили эту самую поставили там флаг свой а перед этим за три дня вы поддерживая портки горящие уносили ноги на скоростных ночью на трех катерах надувных повизгивая от страха что вас сейчас накроет очередная ракета про одессу забудь пришли слушай ты знаешь что такое ты знаешь есть тебя разую блин да посмотри на себя блин дохляк блин даст он еще посмотри на себя ну покажи бицуху свою давай покажи перед а я понимаю ты девочка стесняешься я понимаю ручки тоненькие ножки тоненькая жить-то хочется да вот и пьяная чмо блин диванная сидишь ладно короче чувак ты мне надоел или станции в присядку сейчас подожди подожди или сейчас ты станцию в присядку или давай о чем-то серьезном говорить давай не 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 нет ну подожди а тебя же эта тема я же забыл кем ты в армии был извини я забыл тебя там творил творила вся рота слушать мощник скажи мне из какого оружия ты умеешь стрелять а я сейчас тебя под ловлю на лжи что ты все все врешь и нихрена не знаешь давай с локотухи да а локотуха у тебя выросло блин покажи свой бицепс куриная лапка куриная лапка покажи мне свой бицепс подымай подымай грязную сигарету в рот субе быстро уроненный бычок не считается уроки да я вот свинья блин грязного пола в рот блин вот это говно грязное это когда по поверни камеру в сторону полость поржем над тобой на твоим полом грязно так все короче чувак либо ты пляшешь мне сейчас присядку яблочко может плясать либо ты идешь просто нахер хорошо потому что разговор с тобой стал уже ни о чем я хотел с тобой конструктивно поговорить посадить тебя в лужу на том как ты врешь понимаешь смотри як я когда говорю у меня программа тебе отключает звук я тебя не слышу поэтому ты сейчас зря говоришь я могу тебя слышит только тогда когда я перестаю говорить понимаем поэтому давай покажи мне первое или второе ты выбирая или третье первое ты пляшешь мне сейчас присядку второе это мы с тобой говорим о серьезных вещах я тебя ловлю на лжи и сажаю в калошу и третий вариант третий вариант последний я тебя посылаю вслед за русским военным кораблем а он сам пошел он сам пошел вслед за русским военным кораблем я я его не успел послать честно ну каюсь хотел послать но не успел он сам туда пошел ну пошел туда и дорога все правильно и